Героический сурский рубеж. В учебниках истории едва ли можно найти упоминания о строительстве этой оборонительной линии, ведь на фоне масштабных военных операций это, казалось бы, лишь небольшой эпизод тыловой работы. Но вместе с тем он объединил более 70 тысяч человек. Это настоящий подвиг, который совершили герои нашей страны, труженики тыла. Более 380 километров рубеж строили в нескольких регионах по Волжье, а по правому берегу Суры. 80 километров возвели на территории Мордовии. В основном женщины, старики и дети в самых суровых погодных условиях, вопреки всем трудностям и испытаниям, ради общей цели, ради победы. В наши дни про этот подвиг не забывают. В 2022 году в Чувашской республике решили провести межрегиональный патриотический марафон рубежи победы, для того, чтобы в очередной раз напомнить об этой странице истории. В годы Великой Отечественной войны все регионы страны, все республики единым фронтом встали плечом к плечу, для того, чтобы добиться этой великой победы. Мы всегда были вместе, мы всегда были едины, и у нас были всегда одни и те же задачи у регионов и республик Великой России. И в прошлом году, в 2022 году, подобный патриотический марафон, мы провели совместно с республикой Татарстан, совместно с Ульяновской областью. Уфа также признан городом трудовой доблести. Патриотический марафон прошел и там. То есть мы уже объединили вокруг этой темы увековечение памяти тружеников тыла не сотни, а тысячи людей. В этом году к марафону присоединилась и Мордовия. Для республики это очень важное событие. Теме сурского рубежа в регионе уделяют большое внимание. На протяжении многих лет проводятся военно-исторические реконструкции, музыкальные фестивали. В музеях сформированы экспозиции. Об этом подвиге рассказывают молодежи. Мы очень активно сегодня эту тему продвигаем. И вы знаете, есть поручение главы республики Мордовии Артем Алексеевича Сдунова о создании мемориального комплекса «Сурский рубеж». И безусловно здесь такой, знаете, проект по сохранению наследия, трудового подвига и создание музейной экспозиции прямо в мемориальном комплексе. Поэтому этот проект сегодня для нас очень и очень важен. Марафон стартовал с межрегиональной научно-практической конференции «Подвиг во имя победы». Его участники – архивисты, ученые и исследователи из всех регионов, которых строили сурский рубеж. Кто-то приехал лично, кто-то подключился к работе в режиме видеоконференции. Все доклады были посвящены людям, творцам победы, их трудовому подвигу. Сразу начало войны все наши фабрики, заводы, конечно, перестроились на, конечно же, на военную промышленность. И именно в нашу Чувашию переехали, перевезли более 20 фабрик, заводов, цехов. И они, конечно же, выполняли задания Министерства обороны. Историческую память хранят бережно, с гордостью и уважением. Мемориальный комплекс на территории Большеберезняковского района в селе Николаевка, согласно планам, должен открыться в 2024 году. Мы надеемся, что эта работа увенчается успехом. И именно в этом месте будет создан не только памятный знак, но и целый комплекс, который будет, скажем так, центром изучения истории трудового подвига наших земляков. Торжественное открытие марафона «Рубежи Победы» состоялось в Музыкальном театре имени Яушева. Там же была представлена опера Чувашского государственного театра оперы и балета «Сурский рубеж». Отмечу, что в этом году патриотический марафон пройдет также в Нижегородской области и в Республике Марий-Эл. Юлия Мамаева, Станислав Семин. Народные новости.